давайте сегодня покажу как я рисую чертежи для построения копийных моделей ну или близких каким-то копийным первое чем мы займемся это поиском чертежа чтобы найти чертеж нужно ввести название модели также добавить к нему слово blueprint это английский аналог слова чертеж либо собственно русское слово чертеж на иностранных сайт сайтах чертежей больше так у нас нашлись картинки мы сразу переходим режим картинок и еще подходящий нам изображение ну естественно лучше смотреть картинку где есть где во первых высокое разрешение во вторых чтобы там было как минимум два вида это вид сбоку вид спереди если будет вид сзади и вид сверху это конечно плюс давайте воспользуемся открываем в полном размере сразу копируем адрес он нам пригодится позже важное замечание советую избегать вот таких вот чертежей вот на первый взгляд нормальный чертеж однако если посмотрите на вид спереди вы поймете что это искаженный чертеж сделан из фотографии вот даже здесь видно видите колеса они здесь не плоские а вот как проекция так скажем то есть такой эффект рыбьего глаза присутствует на виде спереди пропорции нарушены но вид сбоку здесь вполне себе нормальный вид прежде чем начнем рисовать нам нужно с вами определиться исходя из какой детали вы будете строить масштаб например если у вас какие то колеса только одного типа то соответственно вам нужно ориентироваться по колесам если с колесами вас проблем нет тогда нужно например у данной не вы воспроизвести какую-то часть чаще всего это фронтальная часть перед фары решетки капот так далее то есть нам нужно ее построить из имеющиеся детали посмотреть на какую ширину мы входим понятно что здесь все опирается на наличие деталей в частности у него круглые фары да то есть круглые фары у нас у вас будут либо это один на либо два на два либо три на три ширина решетки и ширина всей морды она будет зависеть деталей то есть если вы отталкиваетесь от переда соответственно вам нужно узнать сколько студов у вас будет перед если же вы отталкиваетесь от колеса то нужно соответственно посчитать диаметр колеса в студах давайте сейчас мы будем отталкиваться от колеса 62 миллиметра если переводить в студы это нужно 62 разделить на 8 так как у нас один студ это примерно 8 миллиметров получится примерно 7 7 7 8 студ возьмем 7 7 Итак, мы скопировали ссылку. Далее мы будем использовать бесплатную и полезную утилиту от Sariel. Называется она Scaler. Scaler Sariel.pl. Вот адрес в строке. Запоминайте. Вот такая штука. Здесь нам нужно вставить ссылку на картинку, на чертеж, который мы ранее здесь открыли и скопировали. Обязательно должен быть полный адрес с наименованием файла. То есть вы увидите, что в конце будет либо JPEG, либо PNG, либо GIF. Значит, мы вставили сюда ссылку. Делаем загрузить. Вот картинка загрузилась. Тут есть кнопочка для растягивания или уменьшения изображения по ширине экрана. Мы ее нажимаем. Вот. Намного удобнее стало. Значит, мы с вами определились, что у нас ключевой размер, от которого мы будем все считать и писать, это диаметр колеса. Для тех, у кого ключевой размер это морда, соответственно, нужно рисовать линию. Рисуем размер колеса. Мы его нарисовали. Теперь нам нужно его здесь прописать. Обращаю ваше внимание, что прописал я размер по горизонтали. Если бы я рисовал его по вертикали, то мне пришлось бы здесь поставить переключатель с ширины на высоту. Так как у нас ширина, то оставляем как есть. Все, прописываем сюда 7,7 стут, как мы ранее высчитали. Нажимаем рассчитать. Так. Что-то не так. Все. Видим, что у нас колесо рассчиталось 7,7. На цифру 0,1 не смотрите. Тут любой замер делается в двух осях X и Y. 7,7 значит все правильно сделалось. Теперь мы можем свободно расчертить весь этот автомобиль, чтобы узнать все размеры, которые будут нам необходимы. Ключевые размеры это всегда длина кузова, длина колесной базы, высота кузова. Кстати, расстояние от переднего края до колеса. Вот, примерно так вот получилось у нас. Вот, как я сказал, измерение у нас всегда в двух осях производится, но мне для удобства всегда проще по одной оси. Также есть тут кнопка удаления последнего измерения. Когда я нажимаю, у нас исчезнет здесь замер. Очень удобно. Есть также вот такая штука здесь, как расчет масштаба. То есть, мы с вами наталкивались от колеса. Если мы сейчас вставим сюда реальный размер колеса реальной машины, ну это примерно, наверное, будет 75 сантиметров, то мы можем получить масштаб, который у нас получится, когда мы соберем игрушку. Вот масштаб у нас получается примерно 1,12,5. Также здесь можно поменять цвет линий и шрифта. Мне кажется, красный лучше всего подходит. И есть также единицы измерения. Студы, брики, миллиметры, дюймы. Здесь можно выбрать точность округлений. Я думаю, что до десятых нам вполне хватает. На этом все. Чертеж готов. Следующий шаг нам нужно это вывести куда-то на, либо на носитель на бумажный, либо сделать принт-скрин и сохранить в качестве картинки. Все, всем пока. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, комментарии, пишите их внизу. Пишите внизу, что бы вы еще хотели узнать, о чем мне еще вам рассказать. Все, пока. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok